Всем привет! С вами канал Артмания. Снимаю у меня вечер. У меня уже час ночи с лишним. Решила, что-то почему-то вдруг захотела принять душ. Но у нас нет холодной воды вторую неделю. Хотя, честно говоря, уже запуталась. Мне кажется, уже третью неделю почему-то. Сначала думала, что сначала помою голову. Я так подумала, что-то хочу помыться всё-таки. Конечно, я не терпела все эти две недели или три. Ну не знаю, что-то мне сейчас очень захотелось. Поставила большую кастрюлю на 8 литров. Навела чуть-чуть поменьше. В принципе, горячей воды даже хватает такого ковшика. Чтобы помыть голову. Тут у меня сушится для чая. Это будет отдельный ролик. Здесь вот лимончик. Здесь цедра лимона. Потом яблоки. Потом сам лимон. Я решила потом ещё сам лимон посушить. Здесь у меня сушится малинка. И с той стороны чёрная смородина замороженная. Свежую я решила не сушить. Лучше я её съем. Вот так. И сегодня я поставила время наконец-то на... Господи, хотела сказать мультиварки. Нет. Микроволновки. Наконец-то я это сделала. Ставила я просто цифрами. То есть час ночи должен был быть написано. А у меня написано 13 часов и 37 минут ночи. Ну, как бы обеда, но у меня ночи. Ну, зато днём будет более-менее понятнее. Хотя я и так понимаю. Вот. Не знаю, когда она там закипит. Хотя уже чуть-чуть, кстати, вспотела. Вот такие у нас дела. Делали, кстати, мы мохито с сыном. Вот. Ещё я буду делать, кстати, отдельный ролик. Как делается мохито. Такой вот он получается. Он тоже постоял ещё немножко. А с утра он был менее такой жёлтый. Почти прозрачный, белый. Вот. И тут у меня продолжает сохнуть. Ну, почему-то вяло. Я не знаю, почему она вянет. Уже неделю сохнет. Как её, господи, забываю. Почти 2 часа ночи я всё забываю. Что-то, короче, ароматно и вкусно у меня здесь сохнет. Забыла я уже. Здесь ещё размородина, листочки. Я ещё подложила. У меня все сохли. Ещё положила, пускай будут. Будем с вами делать чай. И вот там с сушилки сохнет. Это тоже для чая. Пойду я сейчас готовиться ко сну. Помоюсь. Лягу спать, как всегда, поздно. Опять смотрела ваши ролики. Кучу роликов пересмотрела ваших. Всем постаралась ответить. У всех постаралась. Написать в комментариях, у кого было возможно. И вчера я вообще до трёх ночи досидела. Это вас всех пересматривала. Большое спасибо, что вы мне пишете комментарии. Что вы меня смотрите. Я очень вам благодарна. Большое-большое вам спасибо. Заправила свою кроватку новым чистым постельным бельём, которое мы купили с папой. Стоил он, по-моему, да, две с половиной тысячи. Здесь белая простынка. Я боюсь, что она будет полосатая. Я не люблю полосатые всякие. На картинке, по-моему, была нарисована полосатая. Вот. Этот фиолетовый пододеяльник. И налочка белая. Оказывается, четыре налочки. Ещё одна белая. И вот такие вот две полосатые. Слава Богу, что простынка не полосатая. Я хоть буду спать, потому что вся в цветах. Вся в сирене. А сейчас я наконец-то приму душ. Запыхалась. Пока этот подъяльник всовывала. Терпеть не могу заправлять кровать. Именно вот одевать постельное бельё на кровать ненавижу просто. Я люблю надеть шапку, эту, подушечку. И всё. Остальное, блин, аж в трипот с меня стекло. Вот. Но получилось так красиво. Сейчас я намоюсь. Помою голову. Вот. Я всё ждала. Голову помыла. Вот. Ещё там не помню когда. Всё ждала. Всё. Думаю, сейчас дадут. Воду сейчас дадут. Сейчас дадут. Нету, нету. Сейчас намоюсь. Вот. Обычно я голову мою раз в 3-4 дня. Так как она у меня не так быстро становится грязной. Вот. Всё. Сейчас пойду мыться. Как раз-то у меня вода уже закипает. Наконец-то. Да, кстати, ещё скажу, почему я поменяю постельное бельё. Я люблю, знаете как, когда полностью моешься в один день и голову, и тело, прям конкретно так намываешься. И добавок поменяешь, ну, как бы после этого ещё меняешь постельное бельё. Блин, вот для меня это маленькие праздники. Я люблю так делать. Вот. Конечно, не каждый день это делаешь, поменяешь постельное бельё. Каждый день устанешь. Но вот именно вот такие вот моменты, когда полностью моешься в один день. И то есть ещё плюс к этому чистые полотенца. Только что постиранные. И ещё полностью моешься и меняешь постельное бельё. И спать ложишься и всё чистенько. Ты вся чистая. Постельное бельё всё чистое. Пахнет ароматно. Вообще просто класс. Всё. Увидимся с вами с утра. Ещё расскажу кое-что с утра. Дима хулиган. Ой, да ты уже бумагу разорвал, да? У нас уже наступило утро. Ты что там играешь? Дима у меня сейчас на хулигане. Хоть было более-менее убрато. Да, как и обещала, скажу. Вчера мы наконец-то, я продала стульчик для кормления. Он у нас вот тут стоял. И манеж. Он у нас был на балконе. Сейчас на балконе стало пусто. Здесь, кстати, это сумка с игрушками. Которую я покупала на будущее. То есть Диме на 3 года, на 4 года. Думаю, пока они есть, пока они продаются, надо брать. Потому что потом будет найти сложнее. И будет цена уже другая. Да? И ты тут сразу. Шторку я тут попыталась повесить. Вернее заплести. Тут очень красиво, смотрите, получилось. Особенно вот эта вот коса как бы спряталась вот здесь. Прям вообще супер. И дальше просто толстая такая коса прям. Вот. Да? Стенка. Вот. И наконец-то в комнате стало гораздо свободнее. Смотрите, как классно стало. Да? Да? И у Димы теперь появились денежки. Поскольку я это покупала на детские деньги, то у Димы теперь есть деньги. Да, Дима? И Дима теперь, ну пока они будут лежать, скорее всего. Да, кстати, вот тут еще резиночка их завязала. Пока что они будут лежать. А потом, наверное, Диме может придется брать велосипед. На три года, не знаю, завязать они до этого времени. Да. Или что-то еще такое, да? Что-то, может быть, постепенно они будут уходить на одежду там. Еще на что-нибудь. Потом что, нам постепенно будем продавать эту кроватку, да? Ну это уже попозже через год только. Там останется потом столик со стульчиком. Вот, да? Потом когда-нибудь лошадка. Хотя ее нам подарили, да? Где ты бегаешь? А-а-а-а-а! Бегаешь, да? Бегаешь. Как ты прыгаешь? Мы вчера с тобой мультик смотрели, да? И там рассказывают, что все прыгают, и люди прыгают, и звери прыгают. А Дима как прыгает? Прыгай, Дима. Прыгай. Как ты прыгаешь? Прыгай. Часло смешное. А Мартышка тоже смешная? Вот как мы прыгаем. Прыг, 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 прыг. Ой, как прыгать. Молодец. Молодец, как ты прыгаешь, да? Да. Дима ремонтирует батарею. Ты прям ремонт затеиваешь везде, Дим. Дима старается везде сделать ремонт, да? Везде. Да? А давай еще покажем подписчикам. Дима уже начал делать ремонт у нас в коридоре. Пока мама одевалась, Дима вот здесь вот начал уже отрывать обои, пока мама одевалась. Пока туда, пока сюда. Мама бегала, одевалась. Дима тоже была одета. И Дима подумал, я же должен чем-то заняться, да? Кто это тут отрывал? Кто это тут отрывал? Дима? Ну, кто же еще может, да? Дима, конечно, отрывал. Кому еще это надо? Только Диме. А? Ты маленький хулиган. Сейчас у нас вот тут обувь так стоит. Тот самый коврик из фикс прайс. Очень удобно. И сейчас я подумала, нам не хватает его, потому что у Димы много обуви. И не уберешь же все у нас. Вот эти вот старенькие, они для дачи. Мы на дачу у них ездим. Это в городе новенький. На продукты. За продуктами ходим. Ну, и тут так сандалии, допустим, если прохладненько. И кроссовки. Ну, четыре пары, и уже все. Мои две большие с трудом поместились. Вот, поэтому я хочу еще раз пойду в фикс прайс скоро. Да, да, рассказывай, рассказывай. Мамины, мамины, такие огромные, скажи. Скажи, мои кроссовки, мои, да, да, да. Мои кроссовки, скажи. Да, там носочки мама уже положила сразу, чтобы потом не искать, да?